Отец, Ты – камень. Твое Слово – это камень. Откровение – это камень. Иисус – это камень. Кровь Иисуса – это камень. Имя Иисуса – это камень. И мы обращаемся к этому камню, и сегодня мы стоим на этом твердом камне. Аллилуйя! О Господь! Мы прославляем и благодарим Тебя за Твое Слово. И Отец, приходя сегодня перед Твоим Словом, мы отдаем себя в руки Духа Святого, который является нашим лидером и руководителем, нашим учителем, ходатаем, стоящим рядом, тем, кто подкрепляет и утешает нас. И мы прославляем и благодарим Тебя за помазание точно доносить сегодня это Слово и доносить его в снимающие бремена, уничтожающие рмо силе с небес. Мы принимаем откровение с небес, Отец. И я прошу Тебя двигаться Твоим помазанием в каждом мужчине, женщине, ребенке, который находится сегодня здесь, чтобы они могли также точно его слышать, и чтобы каждого человека здесь сегодня коснулась сила живого Бога. И мы благодарим Тебя за это и прославляем Тебя за это. Мы благословляем Тебя за это во имя Иисуса. Просто поднимите свои руки и благословите Его сейчас за это. Аллилуйя! Это мой день! Это мой день! Слава Богу! Сегодня все изменяется! Сегодня все изменяется! Начиная с этого дня! Я не буду прежним! Мои обстоятельства не будут прежними! Моя семья не будет прежней! Никогда больше не будет прежней! Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Вы можете садиться! Аллилуйя! Аминь! Давайте откроем сегодня наши Библии на пятой главе Евангелия от Марка. Это еще один очень известный случай из жизни и служения Иисуса. Евангелие от Марка, пятая глава. Давайте начнем читать с 25 стиха и будем читать до 34 стиха. Здесь Евангелие от Марка описывает случай с женщиной, страдавшей кровотечением, и то, как она приняла от Иисуса свое исцеление. Пятая глава, 25 стих. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Это похоже на несчастные 12 лет, не так ли? Услышавший об Иисусе, подчеркните, или как-то отметьте у себя в Библии, чтобы напомнить себе, услышавший об Иисусе, скажите это. Она услышала, еще раз, она услышала. Она услышала, услышавший об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, подчеркните это, скажите это, ибо говорила, еще раз, пожалуйста, ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею, и тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. И я хочу, чтобы вы обратили внимание в этом месте Писания на одну вещь, и мы просто отметим это и пойдем дальше, поскольку у нас сейчас нет времени останавливаться на этом. Но я хочу, чтобы вы заметили, что она, посмотрите еще раз на это, и тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Не сначала она почувствовала это в своем теле, а уже потом исцелилась. Понимаете, есть много людей, которые хотят почувствовать. Это до того, как они поверят, что что-то происходит. Не делайте этого, не делайте. Просто скажите, нет, 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 я благодарю Бога за чувства, но я знаю более высокий закон, и им является Слово Божие, и я стою на этом. Спасибо. Чувствам просто придется подстроиться. Что ее чувства и сделали, конечно же. В то же время Иисус почувствовал в Сам себе, что вышла из Него сила. Иисус почувствовал, что из Него вышла сила. Из расширенного перевода Библии можно видеть, что речь идет о конкретной силе. Мне действительно это нравится. Конкретная сила. Давайте прочитаем это еще раз. Иисус, почувствовав Сам себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали Ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, что прикоснулся ко Мне». Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. «Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло». Заметьте, здесь говорится «зная, что с ней произошло». Не просто чувствуя, что с ней произошло. Она знала. Она знала. Есть знание, которое приходит. Внутри вашего духа есть то, что знает. Бог вложил это туда. Вы можете знать какие-то вещи, даже не зная, как вы их знаете. Но вы знаете, что вы их знаете. Аминь. Она, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Она сказала Ему, что страдала 12 лет. Она сказала Ему, что побывала у стольких врачей. Она сказала Ему, что она потратила все свои деньги. Она сказала Ему, что она услышала о Нем. Она сказала, что она подошла сзади в народе, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то буду сделана целостной». Она сказала Ему все это. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя». Или «Сделала тебя целостной». Он не сказал, «Твоя вера сделала тебя здоровой». Ее вера сделала ее целостной. Она ушла оттуда с силой Божьей, работающей в ее физическом теле и исцелившей ее. Это кровотечение остановилось. Она ушла оттуда, и ее тело было сверхъестественно, божественным образом восстановлено, после всего, чего она натерпелась от многих разных врачей. Потому что ей было сделано много всего, что не принесло ей никакой пользы. Она ушла оттуда с силой Божьей, текущей к ней от Иисуса, и через Него, чтобы вернуть все то, что она потратила за 12 лет. Она ушла оттуда целостной. Все, что дьяволу удалось сделать ей через эту немощь и болезнь, с того дня начало налаживаться. Оно начало исправляться. Оно было на пути к славе. Аллилуйя. И я знаю из того, что я знаю об Иисусе. Я просто знаю, что я знаю. Что я знаю. Тот день был началом всей ее оставшейся жизни. Аминь. Аллилуйя. Итак, вера вытянула эту силу из Иисуса. И мы дойдем до этой части. Я хочу чуть позже поговорить о его части. Но я хочу, что вы заметили сейчас, он не высвобождал эту силу, он не выталкивал ее из себя. Она заставила ее течь. Сказано, зная, что сила уже вытекла из него. Иисус знал, что сила уже вытекла. Она не собиралась вот-вот вытечь. Бог не сказал, используй помазание, высвободи его. Кто-то нуждается в нем прямо сейчас. Нет, нет, нет. Нет. Иисус был просто доступен. Аллилуйя. Он по-прежнему доступен. Аллилуйя. Аллилуйя. Доступен. Аминь. И она вытянула эту силу, которая не только освободила ее тело, но сделала ее целостной во всех сферах ее жизни. И вот эта сила, о которой здесь говорится. Это же самое слово в других местах переведено как чудеса. Это то же самое слово, которое переводится как чудодейственная сила. Оно переводится как сила. В греческом языке оно означает... От него происходит слово динамит. И слово динамо также происходит вот от этого греческого слова, переведенного здесь как сила. Это сила, которая кажется нам самогенерирующейся. Она была там. Она была готова. Эта сила и помазание являются одним и тем же. Я хочу, чтобы вы это увидели. Давайте на минуту обратимся к четвертой главе Евангелия от Луки. Луки, четвертая глава. Иисус пришел в свой родной город Назарет и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Я хочу, чтобы вы заметили. Он не начал читать что-то первое попавшееся просто для того, чтобы что-то прочитать. Нет, он специально обратился к конкретной части Библии, а именно к 61 главе книги Исаии. Мы с вами знаем это место как 61 главу. Вся эта нумерация была добавлена позже для удобства ссылки. И поэтому мы знаем это место как 61 главу. Там было написано «Ду Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Фактически, если вы конспектируете, почему вам не перечислить все это? Он помазал меня номер один, если вы хотите нумеровать, благовествовать нищим. Номер два. Он помазал меня исцелять сокрушенных сердцем. И одно из того, что мне нравится в этом месте Писания, здесь говорится, «Он послал меня исцелять». Он послал его. Друзья, позвольте мне вам кое-что сказать. Вы должны ухватиться за это. И сегодня по-прежнему есть некоторые люди, у которых есть с этим проблемы. Бог послал его исцелять. Он не послал его что-то удерживать. Ну, я не знаю, брат Копланд, хочет ли Господь, чтобы я был исцелен или нет. В таком случае, ему нужно было оставить Иисуса там, где он был. Мы могли бы продолжать идти своим гнилым путем и просто отправиться в ад. Аминь. Какой тогда смысл, если именно это он и хотел сделать? Послать сюда Иисуса, пройти через все это, а затем развернуться и сказать, «Нет, ты этого не получишь, грязный пес. Я кое-чему тебя научу». Чему он меня научит? Как не быть исцеленным? Понимаете, говорю вам, «Это больше не будет работать, поэтому отбросьте это, избавьтесь от этого». Я слышал, как Джесси Дюпленти сказал кое-что несколько недель назад. Это до сих пор звучит у меня в ушах. Он сказал, «Мы говорили, Бог исцелил этого, но Он не исцелил того. Бог благословил этого, но Он не благословил того. Бог сделал это, но Он не сделал того». Нет, это неправильно. Мы винили Бога в том, что сами были неспособны принять. Бог нелицеприятен. Он уважает веру. Он уважает Своё Слово. Вы вкладываете Его Слово в свои уста, и вы в этом. Аминь. Иисус сделал Себя доступным. Бог послал Его исцелять. И вы знаете, Слово Божие говорит, «И последовало за Ним множество народа». И Он исцелил их всех. И вы знаете, что в той толпе обязательно был один негодяй. Там обязательно должен был быть хоть кто-то один такой же тупой, как я. В той толпе не было никого, кто заслужил бы быть исцеленным. Никогда не было, никогда не будет. Аминь. Да. Все мы. Стоит нам только отделить себя от Бога, мы не будем вообще ничего ценного из себя представлять. О, но мы не отделены от Бога. И в Нем, Аллилуйя, в Нем мы все можем в укрепляющем нас помазании. Аллилуйя. Я забегаю немного вперед, и я с трудом могу себя сдерживать. Нет. Так хочется добраться до того, к чему нас все это подводит. Я проповедовал это себе сегодня днем. И это здорово. Вам стоит сейчас послушать. Аминь. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Номер три. Он помазал меня проповедовать пленным освобождение. Он помазал меня проповедовать слепым прозрение. Здесь не говорится, он помазал меня просто идти и исцелять всех, кто слеп. Нет. Он помазал меня проповедовать это всем, кто был слеп. А уж дальше вам решать. Вам нужно делать свою часть, чтобы принимать это. Аминь. Если бы Бог собирался просто сбрасывать это на каждого во всем мире, Он бы сбросил это, и уже утром нас бы здесь не было. Но знали ли вы, что согласно закону небес, для Него будет противозаконно это делать? Потому что тот класс духовных существ, в котором был сотворен человек, именно поэтому для Бога будет противозаконно просто заставить вас что-то сделать, заставить вас спастись, заставить вас исцелиться, просто сбросить, навязать вам что-то. Нет, нет, нет. Фактически, вы можете пойти в ад, если хотите. С вашей стороны будет глупо это делать, но вы можете это сделать. Бог защитит ваше право это сделать, и будет вечно плакать из-за того, что вы это сделали. Но по-прежнему это ваше право, ваш выбор. Аминь. Он помазал меня отпустить измученных или сломленных на свободу. В некоторых переводах Библии слово «измученные» переведено как «сломленные». Сломленные. Если что-то ломается, оно требует внимания. Вы когда-нибудь это замечали? Вы можете ехать такие счастливые за рулем своей машины, по дороге, не обращая на нее никакого внимания. Вы просто едете на ней такие счастливые, и эта машина ломается. Вдруг она становится самой важной вещью в вашей жизни. Эта машина сломалась. Я на автомагистрале. Я опоздаю. И это меняет всю мою жизнь. Некоторые люди точно так же расстраиваются, когда ломается их телевизор. О, что я буду делать? Что я буду делать? Когда что-то ломается? Позвольте мне сразу подвести вас здесь к сути, поскольку я не хочу долго на этом останавливаться. Оно еще всплывет чуть позже, но мы поговорим об этом в несколько другом контексте. Позвольте мне сказать это так. Никогда не позволяйте какой-либо проблеме, что бы это ни было, или насколько серьезной бы она ни была. Никогда не позволяйте ей стать чем-то самым большим в вашей жизни. Никогда не позволяйте ей заставить вас только о ней думать. Знаете почему? Потому что в таком случае вы будете увековечивать эту проблему. Она станет вашим Богом. Неосознанно. Вы начнете служить ей. Вы не будете намереваться этого делать. Но она поглотит всю вашу жизнь. Иногда, говорю вам, иногда это может произойти из-за какой-то мелочи, которая является сущим пустяком. Только лишь из-за того, что кто-то кем-то вас обозвал. Ну, тебе хорошо так говорить. Тебя никогда никем не обзывают. О, да. Да. Сколько отвратительных книг про вас недавно написали? Сумасброд веры. Проповедник денег. Я виноват. Богатый проповедник. Я виноват в этом. Благословленный проповедник. О, боже мой. Я виноват в этом. На прошлой неделе на первой полосе газеты про меня написали статью. Спросите, что мне говорилось? Я не знаю. Я не читаю подобного рода мусор. Я не читал бы это, если бы это было написано про вас. Более того, эта газета сейчас лежит на дне птичьей клетки. Почему я должен из-за этого расстраиваться? Птица знает, что с этим делать. Поэтому не позволяйте подобного рода вещам заставлять вас только о них и думать. И позвольте показать вам, почему так важно этому научиться. Вы становитесь способными справляться с какими-то маленькими вещами не потому, что вы знаете, как справляться с большими. оно так не работает. Нет такого понятия, как большая вещь. даже сама смерть является последовательностью маленьких вещей, которая в конечном итоге заканчивается смертью. Бог сотворил всю эту планету, чтобы она текла в одном направлении. и это закон небес. Дьявол не может его изменить. Все, что он может сделать, это перекрутить его и каким-то образом использовать его с выгодой для себя. Или другими словами, заставить вас сеять неправильное семя. И затем вы получите неправильный урожай. Но Божий закон творения состоял в том, что вы сеете что-то маленькое, и оно растет, чтобы становиться чем-то большим, большим и большим. Иисус сказал, если вы не знаете, как справляться с маленькими вещами, как вы сможете справиться с большими? Большие вещи — это просто множество маленьких вещей, собранных вместе. Весь океан — это не что иное, как множество капель. Верно? Не так ли? Понимаете? Поэтому оно работает в обратную сторону. Будьте очень внимательны в отношении маленьких вещей. И вы говорите, я не собираюсь терять свое помазание, обижаясь на подобного рода глупости. Кто-то кем-то меня обозвал. Что ж, я с ними не согласен, поэтому забудем об этом. Я не являюсь тем, кем они меня назвали. А если являюсь, это я виноват. Поэтому все равно забудем об этом. Уберем это с дороги. И когда вы учитесь тому, как это делать, конечно, это намного легче сказать, чем сделать, но когда вы учитесь тому, как это делать, вы учитесь тому, как это делать со Словом Божьим. Кто-то сказал, вот что я тебе скажу, тупой индейец. Да, я индейец, но я не тупой. Понимаете? Ну, какая мне разница, считают ли они меня тупым или нет. Они не являются моим Богом, поэтому я не обязан верить тому, кем они меня называют. Но я не собираюсь позволять этому проникать в мой разум и крутиться там. О, я не знаю, за что они назвали меня тупым, я ничего не делал. О, никто меня не любит. Бог вас любит. Аминь. И когда вы учитесь тому, как брать Слово Божие и говорить, нет, 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 нет. Во-первых, мое наследие больше не среди индейцев в Чироке. Благодарение Богу, это мое естественное наследие. Но наследие, мое наследие больше не среди Чироке. Скажу вам прямо сейчас, я принадлежу Христу, и поэтому я семя Авраама. Мое наследие на небесах. Оно превосходит мое физическое тело. Оно превосходит мою культуру. Оно превосходит цвет моей кожи. Я не собираюсь отпускать свое наследие, чтобы просто думать о чем-то отвратительном. Что кто-то мне сказал, чтобы тратить свое время, думая об этом. Но я действительно должен знать, как, и научиться тому, как, конкретно брать Слово Божие, обстреливать ими эту мысль и удалять ее из своего разума. И Слово Божие говорит, не спровергайте замыслы и всякое превозношение, восстающее против Слова Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание помазанному и его помазанию. Именно так вы это и делаете. Но вы должны это делать, используя слова. Но вы не сражаетесь с мыслями при помощи мыслей. Неважно, будь то мысли глубокой душевной боли и скорби, возможно, пришедшие от самой смерти. Пастора, позвольте мне вам кое-что сказать. Не нужно ждать похорон, чтобы учить об этом. Страдания, через которые детям Божьим придется проходить на земле, не являются физическими. Ну, наверное, Бог просто хотел, чтобы я болел для Его славы. Нет. Он взял на себя ваши немощи и понес ваши болезни. И ваши страдания в том, чтобы противостоять этой болезни. И скажу вам иногда, это трудно. Особенно, когда ваше тело кричит и выпьет. Уложи меня в кровать, уложи меня сейчас в кровать. Я чувствую себя хорошо и прекрасно. Тело, подстраивайся. Подстраивайся. Понимаете, вы есть дух. У вас есть душа. У вас есть тело. Вы дух. У вас есть душа. И вы живете в этом теле. Вы ответственны за это тело. Иисус заплатил за него цену и затем дал его вам, что вы использовали его для его славы на земле. Отец, приходя сегодня при твоем слову, мы отдаем себя в руки Духа Святого, который является нашим лидером и руководителем. нашим учителем, ходатаем, стоящим рядом, тем, кто подкрепляет и утешает нас. И мы прославляем и благодарим тебя за помазание точно доносить сегодня это слово и доносить его в снимающие бремена, уничтожающие рмо сили с небес. И мы принимаем откровение с небес, Отец. И я прошу тебя двигаться твоим помазанием в каждом мужчине, женщине и ребенке, которая находится сегодня здесь, чтобы они могли так же точно его слышать и чтобы каждого человека здесь сегодня коснулось сила живого Бога. И мы благодарим тебя за это и прославляем тебя за это и мы благословляем тебя за это во имя Иисуса. Это мой день, слава Богу. Сегодня все изменяется. Сегодня все изменяется. Начиная с этого дня я не буду прежним. Мои обстоятельства не будут прежними. Моя семья не будет прежней. Никогда больше не будет прежней. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Вы можете садиться. Аллилуйя. Аминь. Апостол Павел сказал «Я». Это говорит духовный человек. «Я усмиряю свое тело». «Я усмиряю свое тело». «Я обновляю свой разум Словом Божьим». Слово Божие говорит «Не спровергаем замыслы». Я вам уже это цитировал. Оно также говорит «Вот о чем помышляете». Итак, у вас есть выбор. Я не сказал, что это легко. Если бы это было легко, все бы это делали. Но раз это не легко, однако, тем не менее, вы можете это делать Слово Божьим. Это позволит нам с вами превосходить, поскольку все остальные делают другое. Пока они бросаются то туда, то сюда, мы продолжаем двигаться вперед. Понимаете? Итак, поймите это. То, что Иисус понес за нас на кресте, Он понес наши грехи в Своем теле на кресте. Не так ли? Разве не это говорит Писание? Значит, мы должны противостоять греху. В одном из переводов Библии говорится «Он понес наши скорби и печали». Значит, мы должны противостоять скорби. Слово Божье говорит, что мы не люди без надежды. Мы не печалимся, как этот мир. Я заметил, после того, как я научился этому и начал практиковать это, я научился этому посреди очень-очень трудной и очень тяжелой ситуации в нашей семье. Поэтому я говорю не просто о том, через что прошли другие люди, я говорю о том, через что прошли мы с Глорией и через что прошла наша семья. Понимаете? И Бог начал учить меня тогда. Он сказал «Нет, противостанье этой скорби». И затем я заметил, как люди распространяют вокруг эту печаль. Почему? Потому что мы не были научены это делать, противостоять. Я заметил каждый раз, когда я провожу христианскую панихиду или службу на похоронах, я заметил это. Я заметил, что все подходят и говорят «Мне так жаль». «Мне так жаль, ты потерял свою маму». Ко мне тоже подходили и говорили «Мне так жаль, ты потерял свою маму». Я не потерял свою маму. Я знаю, где она. Она знает, где я. Никто из нас не потерян. Она просто уехала отсюда. Мне хотелось отправиться с ней. Аминь. Аллилуйя. Понимаете, что я имею в виду? Но вы должны практиковать это, чтобы оно когда-либо стало для вас реальностью. Потому что поначалу вы скажете «О, да, Аминь, я знаю, что она в лучшем месте». Затем кто-то придет и скажет «Да, Богу было одиноко и ему понадобился ангел». Вы никогда не были ангелом. Вы никогда не будете ангелом. Вы сотворены в более высоком духовном классе, нежели ангелы. Вы рожденные свыше чада живого Бога. И у вас есть власть над ангелами. Вы понимаете это? И Бог не тосковал по вам или по кому-то там еще. Почему? Потому что Он прямо там, внутри вас. Боже мой. Мне так жаль. Вот ваш картофельный салат, который я для вас приготовил. Я заметил, что когда люди это говорят, я не принижаю приготовление картофельного салата, но знаете, я заметил, что когда кто-то подходил и говорил это, у меня что-то происходило вот здесь, в районе диафрагмы, у меня тут что-то прорывалось. У меня не было времени действительно подумать об этом. У меня не было времени остановить это. просто мои глаза вдруг наполнялись слезами. Внутри меня что-то прорывалось, и я начинал рыдать. «О, брат Копланд, разве это было не ужасно?» «Нет, это приносило приятное чувство, и вам лучше быть поаккуратнее с такого рода приятным чувством. ну, просто выплачьте это, брат, просто выплачьте это. Кто вам это сказал? Вы начнете это выплакивать, и этот дух скорби проникнет в вашу жизнь, проникнет ваше сознание, и он является двоюродным братом смерти. Он идет перед ней, и он придет и будет подталкивать вас изливать из себя все это, и они будут говорить «О-о-о-о!» И вот вас снова прорывает, снова прорывает, снова и снова прорывает, так на протяжении пяти, шести, восьми, десяти дней. Через какое-то время все разъезжаются по домам и забывают про вас. Солнце заходит. Ваш дом пуст, картофельный салат съеден, подливка съедена, вся еда съедена. И так или иначе, я пытаюсь поднять внутри себя то, что помогало мне почувствовать себя лучше. Мне так сейчас это нужно. Солнце заходит. Вокруг меня становится темно. Вокруг меня смерть. И я, вспоминая того любимого человека, которого я потерял, и теперь я не могу сделать так, чтобы меня снова прорвало. Я больше не чувствую себя хорошо. Внутри меня есть только эта тяжелая, глубокая, ужасная тьма. И мне больно, мой брат. Я страдаю. Неописуемая боль. И я не должен был в это впадать. Если бы я только знал, как. Если бы я только знал, как. И позже я этому научился. Мне сказали, что мама умрет в течение 36 часов. Она не могла прожить больше этого. Я был там, около ее постели. О, она была в плохой форме. Я не буду рассказывать вам всего, что произошло. Но Господь сказал мне некоторые вещи и направила меня в другом направлении, о чем я никогда раньше в жизни не слышал. Я сделал те вещи, которые он сказал. И мама прожила еще 9 месяцев. И в течение этого 9-месячного периода времени Бог начал учить меня об этом. Начал готовить меня ходить в этом. Я начал видеть, что я имел дело с духом скорби, который порождается чувством утраты. Слово Божие говорит, не скорбите. Мы не люди, не имеющие надежды. Надежда означает сильное ожидание. И Бог начал учить меня. И я начал действовать в этом. Брать власть над этим. Брать власть над этим. И скажу вам, что произошло. Я ожидал этого не больше, чем того, что гусь будет летать вверх тормашками. Я видел то, что я вам только что описал, потому что я видел, как это происходило раньше. И я видел себя устревлявшимся в эту яму отчаяния. Устревлявшимся в эту глубокую, просто неописуемую боль скорби. И я служил людям, которые жили в скорби 15, 20, 25, 30, 40 лет. И потеряли из-за этого других членов своей семьи. Одна женщина не была женой для своего мужа и матерью для остальных своих детей. Она была в скорби, и скорбь была в ней. И когда я что-то об этом сказал, она так разозлилась. Она хотела выцарапать мне глаза. Ей хотелось этой скорби. Я послужил ей. Она так разозлилась. Она не могла увидеть. Она раз или два на меня замахнулась. И ее муж схватил ее и выволок оттуда. Она вернулась на вечернее служение, и я увидел свет и огонь в ее глазах. Она подошла ко мне и сказала, «Боже мой, брат Копланд, Бог достучался до меня сегодня днем». Я освободилась от этого духа скорби. Эта скорбь была внутри меня и крала у меня всю остальную мою семью. Она уже украла у всей остальной семьи маму. Я мог это видеть. Я испытал это в определенной степени, смотря на других людей, и испытал это в определенной степени в самом себе. В то время у меня не было возможности, которая появилась у меня позже. Когда мне пришлось быть более лично, более серьезно, быть напрямую вовлеченным в это. Когда мне пришлось поступать на основании того, о чем я вам сегодня рассказываю. И я здесь, чтобы сказать вам сегодня. Силы Божьи, Слово Божьевое, помазание Божьего больше, чем достаточно. И вот та часть, которую я не видел. Я сделал то, что Бог сказал мне сделать, и я начал поступать на основании этого. Вы понимаете, «Моя мама все еще была жива». Я имею в виду, он помог мне здесь. Мама все еще была жива, и я увидел это. И я начал поступать на основании этого, и я начал противостоять этой скорби. Я начал противостоять ей во имя Иисуса. Я начал читать места Писания о Воскресении. Я начинал читать места Писания о Слове Божьем. Каждый раз, когда ко мне приходила эта мысль о том, что я потеряю маму, я говорил «Нет, нет, 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 нет». Я не полон печали. Я человек надежды. Я человек надежды. Понимаете, вы берете власть над мыслями при помощи слов. И я продолжал это делать, и я продолжал это делать, и я продолжал это делать. Я просто делал это. У меня не было на этот счет каких-то особенных чувств. Но каждый раз, когда дьявол пытался забросить это в мой разум, я громко говорил это. Я говорил это в машине. Я говорил это везде, где бы я ни был. Каждый раз, когда это происходило, иногда я не мог говорить это настолько громко, чтобы все это слышали, но я позволял этому выйти из моих уст. Я не человек печали. Я человек надежды, слава Богу. Я знаю маму. Молитвы мамы привели меня в Царство Божие. Мама молила за мою жизнь и молила за мое служение. Это было одним из того, что продолжало постоянно не давать мне покоя. Потому что мама стояла в проломе за меня, за это служение и за Глорию. И это была вся моя жизнь. И вдруг, мой молитвенный воин собирается уйти отсюда. Я не знаю, почему я думал, что когда она придет на небо, она перестанет молиться. В этом нет никакой логики, не так ли? Но именно так мыслит наш маленький мозг. Я продолжал это делать. И продолжал поступать на основании этого на протяжении того девятимесячного периода. И когда я это делал и поступал на основании этого, в один день я этого не ожидал. Мне следовало бы знать, что у Бога было что-то противоположное этой глубокой тьме в этой яме скорби. Мне следовало бы знать, что в Духе Святом было что-то лучшее. Мне следовало бы знать, что дьявол никогда ни до чего сам не додумывался. Он извращал что-то. И вот я продолжал ходить в этом, продолжал ходить в этом, продолжал ходить в этом. И как-то днем я ехал по дороге. Фактически, я ехал навестить маму. Я ехал по дороге, и вдруг радость Господа где-то глубоко изнутри меня. И это, говорю вам, это спустя почти девять месяцев. Поэтому вы понимаете, почему вам нужно защищать себя и сейчас учиться тому, как делать эти вещи. Вы начинаете выбираться из огня не тогда, когда ваши брюки уже горят. Аминь. Не ждите, когда ваш дом начнет разваливаться, чтобы попытаться отстроить его. Невозможно строить дом во время урагана. Стройте его сейчас. Начинайте сейчас. Аллилуйя. Аминь. Начинайте учиться тому, как использовать слова, чтобы господствовать над мыслями. Что только справедливо, что чисто, что достославно, истинно, о том помышляйте, что только похвала. Понимаете? Я имею в виду, что если все остальное не работает, просто начинайте прославлять Бога. Ваш разум и мозг будут вынуждены остановиться и послушать, что говорят ваши уста. Слава Богу. Аминь. И Библия говорит, что Бог живет среди словословия его народа. О, брат Копланд, я просто молился, молился и верил, и верил, и верил, и верил, но я не получаю никаких ответов. Что ж, замолчите и начните прославлять. Может, вы уже достаточно помолились, начните прославлять Бога. Но суть в следующем. Научитесь тому, как господствовать над своими мыслями. Это твердыня и поле сражения. Научитесь тому, как господствовать над своими мыслями. Я ехал в тот день по дороге. И ко мне пришли эти мысли. Я просто громко сказал, нет, мама не потеряна, я не потерян. Она знает, где я, я знаю, куда она идет. И слава Божья. Аллилуйя. Я продолжал говорить, небеса это место как раз для нее. Небеса были сотворены как раз для моей мамы. Я вам гарантирую. Аллилуйя. Они с мамой Джези Дюплентиса вероятно все там реорганизовали. Аминь. Это в стиле мамы. Небеса это место для нее. Точно вам говорю. Я говорил подобного рода вещи. Я просто ехал по дороге. И вдруг глубоко изнутри меня, понимаете, именно туда проникнет эта тьма. Если вы впустите этот дух скорби в свое тело и позволите ему добраться до вашей души. Глубоко отсюда радость Господа просто раз, просто вырвалась из меня. И я услышал Духом Святым эти слова. Лети, маленькая птичка, лети. И что касалось меня, мамы больше не было. Она ушла. Она прожила еще какое-то время. Не очень долго. Мы начали нашу конференцию там, в Форт-Уорте, в понедельник, 8 августа 1988 года. Мне позвонили незадолго до вечернего служения и сказали, «Кеннет, твоей мамы больше нет». О, брат Копланд, вы все равно будете проповедовать на этом служении? Послушайте, это будет самый быстрый способ воскресить маму из мертвых. Мне отменить служение из-за того, что она умерла. Подождите минутку. Она этого не потерпит. Ничего не выйдет. Нет. Это было не в ее стиле. Это первое. Я ответил, «Нет, конечно, нет». Разве вы не опечалены, расстроены? Нисколько. Радость Господа работала. Радость Господа работала. Да, на какой-то момент, знаете, есть какой-то элемент печали, длящийся какое-то время. Я бы чувствовал то же самое, если бы она переехала в Чикаго. Я бы чувствовал то же самое, если бы она переехала жить за океан. Почему? Потому что я не мог бы видеть ее какое-то время. Но я увижу ее снова, хвала Господу. Мы вернемся домой на небеса. Аминь. И когда я сейчас об этом говорю, это переполняет меня внутри. Почему? Потому что это было целенаправленно вложено туда. Понимаете? Я целенаправленно принял это, и это сослужило мне службу в двух разных событиях в семье Глории и в моей семье. Я хочу, чтобы вы знали. Мы, веря, прошли через это и скажу вам, мы сломали этим дьяволу нос. И вы можете сделать то же самое. по другую сторону этой болезни, этого чувства тьмы, по другую сторону этой скорби, по другую сторону этой суматохи, по другую сторону этого ужасного долга, по другую сторону угона вашей машины, по другую сторону тьмы, по другую сторону слава Божья. Устремляйтесь, 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 устремляйтесь Была пролита кровь Иисуса, и я не буду отвергнут Аллилуйя Именно так вы преодолеваете подобного рода вещи Не впуская этот дух скорби Вы стоите на своем и вы говорите Была пролита кровь Иисуса, и я не буду отвергнут И ты, дух скорби, убери от меня свои руки И не прикасайся ко мне, ты понял? Аминь Если хотите, сами приготовьте свой картофельный салат И конечно же, брат Коплант, вы не проповедовали на похоронах своей собственной мамы Конечно же, проповедовал Когда вы оказываетесь там, вы начинаете получать наставления Вы начинаете узнавать, как делать определенные вещи Незадолго до того, как мама умерла Я стоял у ее кровати с одной стороны, а папа с другой Они поженились в декабре 1927 года Поэтому в 1988 году Вы сами сможете посчитать Они были женаты уже долгое время Мой папа взял ее руку Посмотрел на меня, улыбнулся И сказал Кеннет, я полюбил ее в первый же раз, когда я ее увидел И сегодня я люблю ее больше, чем когда-либо прежде в своей жизни Это не что-то печальное Это не что-то печальное Нет Это может принести вам чувство одиночества Если вы позволите Но если вы начинаете позволять Слову Божьему выходить из ваших уст И контролируйте ваш разум И ваши мысли своими словами Контролируйте свой разум и мысли Словом Божьим Всегда, постоянно Пленяя Сколько мыслей? Каждую мысль Иисус был послан и помазан это делать Поэтому не крадите у Него Вы спросите Но, брат Копланд, если скорбь и огорчение являются настолько плохим Почему Слово Божие говорит, что мы можем оскорбить, огорчить Духа Святого? Слово Божие действительно говорит, не оскорбляйте, не огорчайте Святого Духа И посланник Ефесянам говорит, прощайте друг друга Понимаете? Пусть всякое гнилое слово перестанет выходить из ваших уст Прощайте друг друга Будьте добры друг к другу ради Христа Не оскорбляйте или не огорчайте Святого Духа Огорчение, скорбь приходит от утраты Что он теряет? Если вы начинаете огорчать Если вы начинаете жить в естественном Начинаете жить в смерти, а не в Слове Божьем Он теряет возможность избавлять вас и давать вам свою радость И свое побеждающее безграничное присутствие Аллилуйя Вы пускаете возможность увидеть, насколько дрянным в действительности является дьявол Аминь И когда все разъезжаются по домам И картофельный салат съеден Вы можете ходить туда-сюда по своей гостиной и говорить Слава Богу! Иисус скоро грядет Съезжу-ка я в Бестро и куплю себе курицу Аллилуйя! Да, аминь! И пока я там буду, я буду завоевывать там людей для Иисуса Дьявол приходит и пытается обокрасть меня Но Богом Всемогущим я научу тебя, как приходить в мой дом Вы можете сказать на это аминь? Аллилуйя Встаньте, пожалуйста Слава Богу! Аминь! Аллилуйя! Он помазал меня Проповедовать лето Господне благоприятное И в Деяниях 10, 34, 38 Дух Святой благословил нас своим комментарием этого послания И он сказал, что Иисус проповедовал об этом по всей Иудее Как Бог Духом Святым и Силой Помазал Иисуса из Назарета И он ходил, благотворяя и исцеляя всех Обладаемых или угнетаемых дьяволом Итак, что он сделал? Он помазал его проповедовать И к тем, которые поверили тому, что он проповедовал, пришла вера Римлянам 10, 17 Итак, вера отслышания отслышания от Слова Божьего Это единственный путь, как приходит вера Возможно, во многих разных формах, но она приходит от Слова Божьего Слово Божье проповедуется Когда ему верят Приходит вера Приходит вера Но ко мне она не пришла Если у меня будет выбор Поверить вам Или же поверить Библию То каждый раз я буду выбирать Библию Аминь Вера приходит Она всегда приходит Ну, я этого не почувствовал Это уже другое Почему вы с самого начала это не сказали? Но вера приходит Вера приходит Вера приходит Послушайте, что сказал Иисус «Черь, вера твоя сделала тебя целостной» Почему Он не сказал «Мое помазание сделало тебя целостной»? Да, оно сделало Мы знаем, что это сделала именно эта сила Разве не так? Сила, которая сделала ту женщину целостной Тем не менее, Иисус сказал «Твоя вера сделала тебя целостной» То есть, она должна была что-то сделать, чтобы подключиться к этому помазанию Вера является связующим звеном с помазанием Иисус – источник помазания И Он начальник или автор нашей веры Поэтому нет такого понятия, как вера, которая не работает Есть вера, которая не была приведена в действие Но если доступно Слово Божье, и оно доступно Тогда доступна и вера Если доступна вера, и она доступна Тогда доступен и Иисус Если доступен Иисус, и Он доступен Тогда доступно и помазание Если доступно помазание, и оно доступно Тогда бремена сняты и ермо уничтожено Потому что здесь живет Иисус, наш Господь и наш Спаситель И Слово Божие говорит, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает Воскликните кто-нибудь, аминь Отец Небесный, мы благословляем Тебя И мы благодарим Тебя Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за то, что Ты послал Духа Святого Быть нашим учителем, нашим руководителем, нашим ходатаем Нашей опорой, нашим защитником, хвала Господу Нашим помощником, и мы воздаем Тебе хвалу, и мы почитаем Тебя за это Мы благодарим Тебя за это И сегодня, когда мы приходим перед Словом Живого Бога На этом служении сегодня, Отец Даже несмотря на то, что оно немного отличается от того, что мы привыкли делать Но благодарение Богу за некоторые вещи Которым мы не привыкли Хвала Господу Поэтому я прошу Тебя во имя Иисуса И я верю благодаря этому имени Что я сейчас принимаю помазание, руководство и водительство Духа Святого Делать это точно Делать это согласно Слову Божьему И что во имя Иисуса Люди будут точно так же Точно это слышать И мы воздаем Тебе хвалу и честь за каждое сказанное слово За каждое сделанное дело, за каждую измененную жизнь И за каждую ситуацию, измененную Царством Живого Бога И мы благодарим Тебя за это В святое имя Иисуса Аминь Хвала Господу Вы можете сказать Аминь? Давайте откроем сегодня наши Библии на Евангелие от Матфея И мы посмотрим на седьмую главу А также на пятую главу послания к Ефесянам Матфея, седьмая глава Откройте и пятую главу послания к Ефесянам К которой мы потом сразу и перейдем Матфея, седьмая глава Начиная с двадцать четвертого стиха Это говорит Иисус Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их У подоблю мужу благоразумному Который построил дом свой на камне И пошел дождь И разлились реки И подули ветры И устремились на дом тот И он не упал Потому что основан был на камне А всякий, кто слушает сии слова Мои Или слушает Слово Божье И не исполняет их У подобится человеку безрассудному Который построил дом свой на песке И пошел дождь И разлились реки И подули ветры И налегли на дом тот И он упал И было падение его Великое Итак, и было падение его великое Означает, что он полностью весь развалился Его невозможно восстановить Он полностью разрушен Я хочу указать вам на то, что этот дом разрушила не буря А этот глупец Дом разрушил этот глупец, который его построил Дом ничего не мог с этим поделать Потому что буря была не настолько сильной, чтобы разрушить первый дом Хотя это была та же самая буря Я хочу, чтобы вы здесь увидели Оба этих дома Можно сказать это так Эти два дома стояли рядом И на них одновременно обрушилась одна и та же буря И один из них больше не существует А другой продолжает стоять Аллилуйя А теперь давайте прочитаем 15 стих 5 главы Послания к Ефесянам Итак, смотрите Поступайте Смотрите за этим Смотрите Итак, смотрите Поступайте осторожно Никак неразумные Но как мудрые 17 стих Итак, не будьте нерассудительны Итак, кто принимает здесь решение? Вы Вы должны делать этот выбор Сегодня день выбора Не будьте нерассудительны Но познавайте Что есть воля Божья Не будьте глупыми Будьте мудрыми Итак, у нас есть выбор Второзаконие 29.9 Это в первых книгах Библии 29 глава книги Второзакония И помните, что сказал Иисус? Он сказал Люди, которые слышат, что я говорю И поступают на основании этого Тот, кто будет поступать по слову Божьему Иаков сказал это так Будьте исполнителем слова, а не слышателем только Откуда Иаков это взял? Иаков был сводным братом Иисуса И вырос с ним в одном доме Я не знаю, когда Я спрашивал об этом Господа Но он не посчитал целесообразным отвечать мне Поэтому, полагая, это не мое дело Но в любом случае В какой-то момент жизни Иисуса Когда он еще жил дома Очевидно, Иосиф умер Очевидно, его отчим умер Его там не было Когда Иисус в 30 лет вошел в служение К этому времени он уже занимался Плотническим делом Иосифа До этого Иисус не совершил ни одного чуда Библия говорит, что свое первое чудо Иисус совершил на свадьбе в Кане Галилейской Когда он превратил воду в вино Понимаете? Это было первое чудо, которое он совершил Но Слово Божье Также говорит, что он совершенным образом угодил Отцу То есть, о чем это нам говорит? Он постоянно жил верой Он постоянно жил по Слову Божьему И к тому времени, когда ему было 12 лет Он знал, что был призван Богом И он сказал, я должен заниматься делом моего отца И в нем не было никакого страха Он отправился в храм И пробыл там несколько дней Понятия не имея, где были его мама с папой Они уже отправились домой Прошло пять дней Почитайте в Библии, сами убедитесь Прошло пять дней Прежде, чем они его нашли там И забрали с собой домой И он вежливо поругал их за это Он сказал, разве вы не знали, что я должен заниматься делом моего отца? Поэтому Иисус постоянно жил верой Но Яков Говорил о языке больше Чем кто-либо другой из писавших Библию Он жил в одном доме с Иисусом Он наблюдал за Иисусом, понимаете? И Иисус сказал Те, кто слышит Мое Слово и поступает по Нему Яков сказал Будьте исполнителями Слова Божьего А не слышателями только Обманывающими самих себя Будьте исполнителями Слова Божьего То же самое, что сказал Иисус, не так ли? Итак, Иисус сказал Того, кто слышит Мое Слово и исполняет Его Я уподоблю мудрому человеку Там не говорится, что тот человек в тот момент оказался таким уж мудрым В том, что касалось той бури или той ситуации Но он сделал то, что делает мудрый человек Поэтому он получил награду мудрого человека Другой человек Возможно, он не был таким уж большим глупцом И, возможно, он был хорошим человеком Но если вы будете поступать как глупец Вы получите награду глупого человека Вы ничего не можете с этим поделать Аминь Вы просто будете продолжать делать это неправильно И оно сломается Разве вы не помните, как ваш папа говорил вам Не ходи туда, не делай этого А вы все равно это делали И потом вы приходили с порезанным пальцем Или еще с чем-то И он говорил Я же ведь сказал тебе, не ходи туда Мы с моим сыном Джоном настолько похожи И нам обоим очень нравятся ножи Я заметил Когда он был еще совсем маленьким Если я доставал свой карман и нож О, он хотел этот нож Они начали нравиться ему уже с того времени Как ему исполнился год И у меня был маленький перочинный нож Который лежал на кухне в выдвижном ящике для всякого хлама У вас у всех есть такой ящик? У вас есть выдвижной ящик, в котором чего только нет Когда я приходил в дом своей бабушки Я первым делом направлялся к этому ящику Там всегда что-то было Из-за некоторых хороших вещей вы тоже можете нажить себе проблемы И там лежал этот маленький перочинный нож И Джон с трудом мог заглянуть в этот ящик И он копался там и вдруг прибежал оттуда с этим ножом Я взял у него этот нож и сказал Джон, я не против, чтобы ты пользовался этим ножом И я все ему показал Показал, что делать и чего не делать Как его открывать и как его закрывать Все эти хорошие вещи Но я сказал Не играй с ним без моего разрешения Мы будем делать это вместе с тобой Мы будем вместе использовать наши ножи Вместе Хорошо? Да, хорошо Не прошло и 15 минут Я разговаривал по телефону в другой комнате Я услышал его крик и побежал туда Он достал этот нож Это был маленький старый перочинный нож С лезвием где-то вот такой ширины Но и пальчики у него тоже были не очень большими Он открыл этот нож Но он не открыл его до конца Нож закрылся обратно Зажав его большой палец Джон попытался достать палец И когда он это делал Он очень сильно его порезал Кровь просто била струей Он оттопырил свой большой палец вот так Забрызгивая все вокруг крови Я схватил его, зажал его палец И помолился во имя Иисуса Связал это и взял над этим власть И пока я продолжал держать его палец Он просто положил свою голову на мое плечо И крепко уснул И через пару часов рана на пальце затянулась А через пару дней от нее не осталось и следа По-вашему, я не воспользовался этой возможностью Чтобы сказать ему Папа ведь сказал тебе оставить этот нож в том ящике У нас с ним состоялся хороший разговор на этот счет Но здесь нужно отметить другой момент Я не брал этот нож и не резал ему палец Чтобы доказать, что это причинит боль Есть люди, которые обвиняют в этом Бога Бог не является тем, кто жестоко обращается с детьми Аллилуйя И Бог говорит Поступайте по Слову Божьему Стройте дом своей жизни На Слове Божьем В таком случае Вы будете мудрым строителем В противном случае О, я знаю, что Библия так говорит, брат Копланд Но я просто не верю, что вы можете это делать в 20 веке Вы глупец Что ж, Слово Божье говорит Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви Да, я знаю, что оно это говорит, брат Копланд Но я просто... Библия говорит глупец, говорит сердце своем, нет Бога Ну, я никогда такого не скажу Вы только что сказали Ваши поступки сказали Я знаю, что Бог так сказал Но знаете, Он недостаточно умен, чтобы справиться с моим делом Ваши поступки и действия сказали Нет Бога То есть вы сошли с Его Слово и пошли в бурю Вы следите сейчас за ходом моей мысли Хорошо Я хочу, чтобы мы посмотрели другие места Писания Откройте 29 главу второзакония И прочитайте 9 стих Соблюдайте же слова завета сего Или то, что Бог говорит И исполняйте их Чтобы вам иметь успех Или процветать Во всем, что не будете делать Давайте дадим библейское определение слова процветать Слово процветать не означает просто деньги Оно включает в себя деньги, какие-то средства Оно включает в себя избыток Иисус сказал Я пришел для того, чтобы имели жизнь И имели ее с избытком Но само по себе слово процветать означает Превосходить в чем-то желаемом И вы можете процветать в чем-то И желать чего-то, что является очень опасным И вы можете превосходить в этом Или процветать в этом И оказаться в очень-очень рискованной Опасной ситуации Поэтому мы должны узнать из Слова Божьего Что является желаемым И превосходить в этом Это значит процветать в Боге Нечестивые процветают в этом мире Праведные процветают в Боге Это совершенно две разные системы Полное процветание Это данная Богом способность И помазание Восполнять любую нужду в жизни На уровне духа, души, тела, финансовой и социальной сфер Что бы это ни было, любую нужду в жизни И восполнять ее с крайним избытком Потому что таков Бог, это его стиль Итак Соблюдайте же слова завета сего И исполняйте их Чтобы вам иметь успех Процветать во всем, что не будете делать Откройте первую главу книги Иисуса Навина Это буквально несколько страниц вперед Первая глава книги Иисуса Навина Иисус Навин Он оказался в непростой ситуации Как бы вы себя чувствовали Если бы вам пришлось сменить Моисея Господь, неужели у тебя нет кого-то другого для этой работы? Сменить Моисея? Это же... Петр должно быть столкнулся с чем-то подобным Я имею в виду, вот он оказался около красных дверей храма И там сидит хромой человек Во имя Иисуса Серебра и золота нет у меня Почему у него его не было? Он остался ни с чем Иисус раздал все, что у них было Перед тем, как пойти на крест Они попытались восполнить это Отправившись ловить рыбу Но ничего не поймали И вот они идут в храм Но когда они зашли в этот храм Пришла сила Божья И слава Божья Сошла на тех людей Сошла на все то собрание И они начали складывать это у ног этих апостолов Поэтому они не остались нищими, не так ли? У них было все необходимое для того, чтобы восполнить нужды тех людей Слава Богу И, конечно же, Бог дает прирост, умножение Итак, Петр Должно быть чувствовал себя точно так же Он должен был войти туда и проповедовать там Где всего несколько дней назад проповедовал Иисус Боже мой Как по-вашему я себя чувствовал Когда я в первый раз проповедовал в присутствии Кеннета Хейгена Который сидел на первом ряду А то и того хуже Первый раз, когда я проповедовал И Кеннет Хейген сидел рядом с Оролом Робертсом И они смотрели на меня вот так Поэтому я решил, что я составлю проповедь из проповеди одного и второго И постараюсь проповедовать это слово в слово И тогда они не смогут со мной поспорить Аллилуйя Брат Хейген сказал мне как-то раз Кеннет, ты хотя бы название сменил Нет, я не буду менять то, что работает Зачем мне это делать? Да я и не знал, что нужно было это делать Я спасся Я вышел из музыкального бизнеса Если вы поете чью-то песню, вы не меняете ни слова, ни названия Фактически это противозаконно А те проповеди вырвали меня из челюсти ада Слава Богу И я настолько часто их слушал Мне даже не нужно было пытаться заучивать их наизусть Они были у меня в сердце Я проповедовал то, что слышал Как проповедовали они Слово в слово И затем в конце добавлял свою часть Слава Богу Аллилуйя И так или иначе Бог благословлял это Это же ведь Слово Божье Под помазанием Независимо от того, кто его проповедует Первая глава книги Иисуса Навина Шестой стих Будь тверд и мужествен Да, Бог, тебе легко это говорить У меня здесь три миллиона упрямых людей Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их, дать им Только будь тверд и очень мужествен И тщательно храни и исполняй И так поймите это И исполняй Или Чтобы ты мог видеть Понимать Как поступать согласно всему тому закону Или всему записанному слову Который завещал тебе Моисей, раб мой Не уклоняйся от него ни направо Ни налево Дабы поступать благоразумно Или дабы процветать во всех предприятиях твоих Да не отходит сия книга закона от уст твоих Но поучайся в ней день и ночь Дабы в точности исполнять все, что в ней написано Тогда Ты будешь успешен в путях твоих И будешь поступать благоразумно Аллилуйя Но здесь было требование Взять слово Божье и исполнять его Поступать по нему Стоять на нем Но здесь Был еще один элемент Который я бы хотел, чтобы вы здесь поняли Он сказал Поучайся в нем Размышляй над ним Не переставай о нем думать Размышляйте над словом Божьим Думайте о нем Как вы размышляете над чем-то Вы читаете обетование Божье И затем вы сидите Смотрите на них и говорите Я выбираю верить в это Я верю в это Итак Как это изменяет мою жизнь И мои обстоятельства После того, как я теперь узнал, что это истина Как это теперь изменяет мою жизнь И мои обстоятельства После того, как я прочитал и выбрал верить тому Что ранами его вы исцелились Как это изменяет мою жизнь и мои обстоятельства, после того, как я увидел, что Слово Божие говорит, «Бог восполняет мои нужды по своему богатству в славе Христом Иисусом». Я сейчас выбрал верить этому. Все мои нужды сейчас восполнены. Итак, как это теперь изменяет мою жизнь и мои обстоятельства? Ну да, брат Коплан, но пока еще ничего не изменилось. Что ж, да, вы правы, включая вас. Вы сделали лишь шаг тому, чтобы поступать и быть исполнителем Слова Божьего. Но вы не знаете, что делать. И это и понятно. Как вы можете это знать? Вы только что сделали лишь первый шаг. Вы не знаете, что делать. Но он говорит, «Поучайся, размышляй над ним день и ночь». И вы будете знать. Вы начнете видеть своими духовными глазами и слышать своими духовными ушами, а не вот этими глазами и не вот этими ушами, которые у вас есть на голове. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы начнете получать духовные откровения от Бога и понимание, и видеть ключевые моменты конкретной ситуации. Что это? Это мудрость и знание Божье. И когда вы начинаете видеть, что делать, тогда вы делаете это, тогда вы приводите это в действие. И он сказал, «Ты будешь успешен и будешь поступать благоразумно». В расширенном переводе Библии сказано, «Ты будешь мудро вести все жизненные дела, о, мне это нравится. Если бы вы знали, как мудро вести все жизненные дела, вы бы могли превратить пять долларов в целое состояние. Разве не так? Так чего вы ждете? Я имею в виду, что вся мудрость веков находится всего в 45 сантиметрах от вашей головы. Вы размышляли над чем-то другим. Вы думали о том, почему вам не хватает того, что вы зарабатываете на этой работе. Почему вы не можете свести концы с концами в конце месяца? Вы размышляли над этим. Все, что вы можете, так сказать, видеть, это то, что у вас ничего не получается. Все, в чем вы становитесь умелыми, это в неверии. Вы ежедневно развиваетесь в сомнении. А вся та информация, то, что Дух с этого сделал, передана туда, вложена в вас. Кровь Иисуса купила и заплатила за это. И оно там. А вы, вместо обетований Божьих, размышляете над ложью дьявола. Но сначала должно быть принято решение. Я не буду просто слышателем. Я буду исполнителем. И раз я решил быть исполнителем, я должен стать тем, кто размышляет. Поскольку, если я не буду размышлять над Словом Божьим, я так никогда и не увижу, что нужно делать. Я сделаю какую-нибудь глупость, считая, что это был Бог. А это был не Он. Но вы начинаете размышлять над Словом Божьим, и начинают приходить ответы. Бог пообещал, что они будут приходить. Разве не так? Да, но, брат Копланд, вы просто не понимаете мою ситуацию. Нет, я это знаю. Мне не нужно понимать вашу ситуацию. Я понимаю Слово Божье. И нет такой ситуации, для которой бы Слова Божьего не было больше, чем достаточно. Итак, продвинулись ли мы здесь достаточно далеко, чтобы вы могли принять качественное решение о том, чтобы сделать Слово Божье окончательным авторитетом вашей жизни? Подошли ли мы к этому? Все, что вы должны сделать, это то же самое, что сделали мы с Глорией 32 года назад. Мы просто подняли наши руки и сказали, «Отец, во имя Иисуса, мы ставим Твое Слово на первое место в нашей жизни. Мы будем поступать на основании всего того, что мы будем видеть в Твоем Слове. Мы будем поступать на основании всего того, что Твое Слово будет говорить нам. Так же быстро, как мы бы поступили по слову нашего адвоката, нашего врача, банкира, нашего надежного друга, мы будем поступать по этому Слову. И как только мы будем понимать, что оно нам говорит, мы будем изменять нашу жизнь соответствующим образом. И с этого дня Твое Слово является окончательным авторитетом. Мы больше не будем с Ним спорить. Вы готовы это сделать? Тогда просто поднимите свою руку перед Богом и скажите, «Во имя Иисуса, я сейчас поступаю на основании слов Иисуса». «Отец, я ставлю Твое Слово на первое место в моей жизни. Я могу делать то, что, как оно говорит, я могу делать. То, что, как оно говорит, у меня есть, уже является моим. Я являюсь тем, кем оно меня называет. И с помощью Святого Духа Божьего я буду поступать по Нему. Я буду соответствующим образом корректировать мою жизнь. Я ожидаю процветать во всем, что будут делать мои руки. И сейчас воздайте Ему благодарение за это. Отец Небесный, мы благословляем Тебя. И мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за то, что Ты послал Духа Святого быть нашим учителем, нашим руководителем, нашим ходатаем, нашей опорой, нашим защитником, хвала Господу, нашим помощником. И мы воздаем Тебе хвалу, и мы почитаем Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это. И сегодня, когда мы приходим перед Словом Живого Бога, на этом служении сегодня, Отец, даже несмотря на то, что оно немного отличается от того, что мы привыкли делать, но благодарение Богу за некоторые вещи, к которым мы не привыкли, хвала Господу. Поэтому я прошу Тебя во имя Иисуса, и я верю, благодаря этому имени, что я сейчас принимаю помазание, руководство и водительство Духа Святого, делать это точно, делать это согласно Слову Божьему, и что во имя Иисуса люди будут точно так же точно это слышать. Мы воздаем Тебе хвалу и честь за каждое сказанное слово, за каждое сделанное дело, за каждую измененную жизнь и за каждую ситуацию, измененную Царством Живого Бога. И мы благодарим Тебя за это в Святое Имя Иисуса. Аминь. Хвала Господу. Вы можете сказать аминь? Давайте обратимся к книге Псалмов. 72 главе. 72 Псалом. 72 Псалом, 12 стих. Нет, давайте прочитаем 3 стих, потому что я хочу, чтобы вы увидели, о чем он говорит. Я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых. А теперь прочитайте 12 стих. И вот, эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. В некоторых переводах Библии этот стих звучит так. Вот, эти нечестивые, которые процветают в этом мире, они умножают богатство. И вот, эти нечестивые благоденствуют, процветают в этом мире, умножают богатство. Они процветают не в Боге, они процветают в этом мире. И Слово Божие говорит, что мудрость Божья принесёт богатство и имущество, которые стабильны, богатство и имущество, которые качественны. Но нечестивые процветают и не могут за него держаться. Они не могут за него держаться. Затем притчи. Первая глава. 32 стих. «Потому что упорство невежд или глупых убьёт их, и беспечность, или, как сказано в оригинале, процветание глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Аллилуйя. Среди христиан есть страх этого. И христиане из всех людей в мире не должны бояться процветать. И для меня всегда было странно то, что многие христиане не верят в то, что Бог может сделать их процветающими. Но для них нормально зарабатывать много денег, если они пойдут в колледж и научатся тому, как это делать. «У, я заработал это». «Что ж, может, мы должны склониться перед вами?» «Ну, нет, конечно же нет». «Что ж, вы склонились перед медициной?» «Вы склонились перед...» «Когда вы стали юристом, вы склонились...» «Чем бы вы ни занимались, вы склонились перед футболом, или вы склонились перед каким-то видом спорта, в который вы пошли, чтобы зарабатывать все эти деньги. И нет ничего плохого в том, чтобы всем этим заниматься». «Ну, нет, нет, нет. Вы не хотите, чтобы Бог делал вас процветающими». «И сейчас я прочитаю вам, кто такой глупец». «И если вы здесь услышите что-то, что...» «Вспомните, что вы совсем недавно приняли решение не смущаться из-за этого, не раздражаться». «Да что они о себе возомнили?» «Нет, нет, нет. Я читаю все это из Библии. Я не думал о вас, когда все это выписывал». «Я не думал о вас». «Я хочу, чтобы вы знали». Я проходил по всему этому списку и я делал это снова, снова, снова и снова, и снова. Год за годом, год за годом. Я проходил по этому списку, слава Богу, и проверял каждый пункт. Если вы что-то слышите, Господь будет свидетельствовать вам об этом. Попросите его прямо сейчас. Просто скажите ему. «Я хочу, чтобы ты свидетельствовал мне. Если мне нужно подкорректировать в моей жизни что-то из того, что я буду здесь слышать, и не требуется много времени, чтобы сделать какую-то корректировку». Буквально. «Да, я принимаю это, Господь, я больше не буду таким. Я больше не буду этого делать. Я удаляю это из своей жизни, я поступаю по твоему слову». Именно поэтому я не хочу, чтобы вы конспектировали все так быстро, как вы только можете. Расслабьтесь. Так, чтобы вы могли слышать то, что я говорю. Вы придете к тому, что вы также сможете слышать голос Слова Божьего в вашем духе. А затем возьмите запись этого служения и выпишите ссылки на все эти места Писания. В притчах 1.7 говорится, «Глупец презирает мудрость и наставление». Презирает его, не хочет его слышать. Притчи 12.15 говорят о том, что глупец прав в своих собственных глазах. Да, я знаю, что Библия так говорит, но вы не понимаете. Притчи 14.9. Глупый смеется над грехом. Ну, вы просто такие люди, вы уже какие-то ненормальные. Все, что вам встречается, вы считаете, что это грех. Притчи 10.18. Скрывает ненависть, говоря ложь и клевету. Притчи 10.23. Для глупого преступное деяние как бы забава. Притчи 19.19 глава с 1 по 3 стихи. У глупого лживые, извращенные уста. И это не обязательно означает, что он употребляет имя Бога напрасное. Он, может, это и делает, и даже этого не знает. И это будет таким же богохульством, если кто-то встанет и скажет, «Бог навел на моего двоюродного брата рак». Это напрасное употребление имени Бога. Это такое же богохульство. Глупец не знает достаточно о Слове Божьем, но повторяет это, потому что слышал, как кто-то это говорил. И другой глупец, это тот, кто будет это проповедовать, потому что это то, чему он был научен. Лживые, извращенные уста. Это уста неверия. Хорошо. Глупый. Притчи 28.26. Глупый надеется, полагается на свое собственное понимание, а не на Слово Божье. Притчи 29.11. Глупый весь гнев свой изливает или высказывает все, что он думает. Иаков говорит нам, что человек, глупец, который высказывает все, что он думает, он постоянно говорит все то, что он думает. Он не обуздывает свой язык. Он не обуздывает свой язык. Он высказывает все, что он думает. Вероятно, это не занимает у него много времени. Екклезиаст 2.14. Глупый ходит во тьме. Первое послание Иоанна, 2 глава, 10 и 11 стихи. Это описание глупого, который ходит во тьме. Он тот человек, который отказывается любить своего брата. Он ходит во тьме. Екклезиаст 5.3 говорит, глупый не исполняет то, что обещал. Псалом 34.27, согласно некоторым переводам Библии, глупый не доставляет Богу удовольствия. Послание к евреям 11.6. Без веры угодить Богу невозможно. Понимаете? 34. Псалом в одном из переводов говорит, «Да говорят непрестанно, нашему Богу доставляет удовольствие процветание его слуг». Но глупец говорит, «Бог не будет делать вас процветающими». Поэтому он не доставляет Богу никакого удовольствия. Он не будет ходить верой. Он будет ходить только тем, что он может видеть. Хорошо. Екклезиаст 10.12 говорит, «Глупого губит его же уста». Псалом 13.1 и Псалом 52.2. Глупый говорит в своем сердце, «Нет Бога». Евангелие от Луки 24.25. Глупый, медлителен сердцем, чтобы верить тому, что говорит Слово Божье. Он добыча для гонений. Послушайте сейчас. Возможно, я буду сейчас с кем-то очень прямолинейен. Я пошел сюда не с этой целью. Просто так получилось, что я пошел в этом направлении, когда я это сказал. «Глупый человек это тот, кто будет верить фанатику». Видите, что я здесь прочитал? «Медлителен сердцем, чтобы верить тому, что говорит Слово Божье». Слово Божье говорит, «Бог не лицеприятен». Слово Божье говорит, «Ничего не значит ни Эллен, ни Иудей, а только рождение свыше». Что касается Бога, то у Него нет такого понятия, как «расовое предпочтение». Дух разделения. Вот что за всем этим стоит. И какой-то фанатик приходит и говорит какие-то грубые вещи. И большинство, большинство людей говорит какие-то неприемлемые вещи из-за незнания. Большинство из них не является фанатиками. И когда вы слышите настоящего фанатика, вы его узнаете, когда его услышите. Хочу, чтобы вы знали, у вас крутит желудок, когда вы услышите настоящего реального фанатика. И когда фанатик что-то говорит, если вы медлительны на то, чтобы верить Слову Божьему, тогда вы открыты для расприи. Ваши чувства ранены. Будет сказано что-то о вашей семье или еще о чем-то, ваши чувства будут ранены. И вдруг вы просто отреагируете на это. И вот вы уже присоединились к этому служению дьявола. Вы присоединились к нему, и теперь у сатаны есть доступ к вашим намерениям и помышлениям. И что Бог может делать? Он продолжает говорить вам Слово Божье, но вы этого не слышите, потому что вы медлительны на то, чтобы верить Слову Божьему. Если вы будете тренировать себя быть скорыми на то, чтобы верить Слову Божьему, скорыми на Слово Божье, скорыми на Слово Божье. Скорыми. Люди постоянно что-то вам говорят, но в своих собственных мыслях вы спрашиваете себя. Что Слово Божье говорит об этом? Что Он говорит? Как реагирует на это Слово Божье? Что говорит об этом Библия? Бог, что насчет того, что я здесь слышу? Является ли этот человек фанатиком, или же он просто глупый? Понимаете, и Господь скажет, не обращая на него никакого внимания. Молись за него, молись о нем в духе, молись за этого беднягу. Он и глуп, и что бы там ни было. Понимаете? Вы скажете, о, ты не знаешь, какие он говорил обо мне гадости. А зачем вы этому верили? Вы, должно быть, поверили этому. Почему? Иначе бы вы так не отреагировали, понимаете? Отбросьте свои чувства и встаньте на Слово Божье. Отбросьте свои эмоции и обратитесь к Слову Божьему. Итак. Глупец строит свой дом на песке, а не на камне. Слово Божье. Он постоянно строит. Он развивается в мирской системе. Это то, о чем говорил Иисус. Понимаете? У вас есть два человека. Они оба рождены свыше. Они оба любят Бога. Они оба ходят в одну и ту же церковь. Допустим, они оба занимаются одним и тем же бизнесом. Допустим, они оба занимаются строительным бизнесом. И они оба вместе начинали. Они шагают рядом. Они одного возраста, у них одинаковое финансовое положение. И один из них... О, говорю вам, один из них изучает. Он изучает эту мирскую систему. Он думает, если я собираюсь быть подрядчиком, если я собираюсь в этом чего-то стоить, мне придется узнать, какие банки оказывают содействие строительству, какие банки оказывают содействие моему строительному профилю. Я собираюсь строить такого рода вещи. Каким банкам это не нравится? Каким банкам это нравится? Я должен изучить это. Я должен, я должен прочитать все эти книги, написанные всеми этими строителями и так далее. И есть второй человек, который день и ночь изучает Слово Божье. И он видит своего партнера. Он неплохо продвигается. И вот он уже работает с банкирами. И банкиры работают с ним. И у них дела идут очень даже неплохо. Он строит в три раза больше, чем этот второй человек, который пытается как-то пробиться. Он то тут, то там занимается небольшой реконструкцией, просто пытаясь оставаться на плаву. Но он по-прежнему верит Слову Божьему. И он по-прежнему учится тому, как принимать от Бога. Прирост, умножение приходит от Слова Божьего. Поэтому он по-прежнему работает над этим. И он все еще посреди этого. Чем дольше он изучает Слово Божье, тем тверже он стоит перед Богом. И он не позволяет себе отойти от этого. И он учится. Он получает откровение о даянии. Мои нужды восполняются моим даянием, а не моими схемами. И он просто... Через какое-то время эта мирская система попадет в проблемы. Вы когда-нибудь замечали, что ей ненадолго удается выбираться из проблем? И такое впечатление, что что бы этот мир ни предпринимал в отношении своих финансов и своих ситуаций, он не может придумать достаточно способов для того, чтобы укрепить ее так, чтобы она не ломалась. И она никогда не ломалась из-за чего-то нового. Это всегда все то же самое, что ломалось раньше. И вот этот человек, который день и ночь пребывал в Слове Божьем, начинает превосходить. И именно в трудные времена его двигатель и начинает действительно набирать обороты. Аллилуйя. Потому что для него ничего не изменилось. Это были трудные времена с тех пор, как он это делал. Потому что, во-первых, он не знал, что делать. Но то, что этот мир постоянно переживает подъемы и падения, не имеет никакого отношения к тому, что он делает. Поскольку он учится тому, как ходить в вещах Божьих, строя свой дом на этом камне. И в Евангелии от Луки Иисус сказал, он копает. Вы представляете, каково это копать? Камень. Да, он копает камень. И эта лопата продолжает отскакивать обратно ему в лицо. Первые четыре или пять лет, которые он это делает. Но спустя какое-то время она вдруг во что-то втыкается. Да, она втыкается снова, снова и снова. И вот тот первый человек вынужден объявить о банкротстве, потому что все, что он делал, потерпело крах. И он любит Бога так же сильно, как и второй человек. Это не Бог виноват. Бог нелицеприятен. Но этот человек построил свой дом на неправильной системе. Он мог работать с банкирами. Он мог работать с этим миром, но не строить свой дом на этой системе, а строить свой дом здесь, на Божьей системе, так, чтобы он мог быть готов и мог помочь тем людям там, а не терпеть крах вместе с ними. Вы следите за ходом моей мысли. И вот его приятель подходит к нему и говорит, «Ты можешь мне помочь? Я банкрот». Да, ну, машина, которую я купил шесть лет назад, начинает ломаться, а я все еще выплачиваю за нее кредит. А у этого нет никаких долгов. Он говорит, «Да, давай, ты можешь работать на меня, пока снова не встанешь на ноги. Мы с тобой согласимся». Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», сказал Господь Иисус. Второй спрашивает, «Это есть Библия?» «Да, оно всегда там было. Я строил на этом мой дом, аминь». Пока ты строил свой дом там на чем-то другом. И то, на чем ты построил, потерпело крах. Итак, вы следите за ходом моей мысли. И он становится мудрым человеком. Он достаточно мудр, чтобы уйти с того песчаного холма, на котором буря разрушила его дом. И перебраться сюда, в дом этого брата, на то время, пока он не сможет научиться тому, как построить себе новый дом. И дальше. «Глупый дружится с глупыми». Притча 13.20. Вам придется изменить то окружение, с которым вы общались. Если вы общаетесь с глупыми, кто дружится с глупыми, развратится. Притча 23. «Глупец подливает масло в огонь распри из ссоры». Он любит ссору. Если он может оказаться там, где кто-то другой с кем-то ссорится и сможет подливать масло в огонь этой ссоры. Я знал одного человека, который начинал драку, втягивал в нее всех остальных, а потом выходил из нее и наблюдал. Это не друг. Нет. Это всегда какой-то маленький, ничтожный парень. Он подойдет, ударит самого большого парня в том месте и устроит заварушку. А потом отойдет в сторону и будет наблюдать за тем, как все остальные живого места друг на друге не оставят. Он просто будет подливать масло в огонь этой ссоры. Позвольте мне вам кое-что сказать. Я хочу вам кое-что сейчас сказать. Если у вас есть член вашей семьи, или если у вас есть так называемый друг, если у вас есть компаньон, неважно, членами скольких церквей они являются, если у вас есть кто-то, кто постоянно все время говорит о разводе, вам лучше вставить что-то себе в уши, и вам лучше выгнать их от себя подальше. Если вы когда-либо начнете подумывать о разводе, если это когда-нибудь станет для вас альтернативой, вы в итоге окажетесь в суде. Вы можете стоять там в суде и говорить на иных языках, но вы глупец, и вы в итоге разведетесь. Вам стоит записать это. Скажите «О, я». Просто сидите там и ворчите, если не можете делать ничего другого. Но глупец – это тот, кто будет раздувать это и подстрекать к этому, сеять семена этого. Вы видите в какой-то компании глупца. Вы видите глупца, который постоянно разжигает в этой компании ссоры. Уходите оттуда. Ну, я не хочу потерять свою работу. Вы искали работу, когда нашли эту. Не будьте глупцом и не оставайтесь там. Уходите оттуда. Позвольте Богу благословить вас. Аминь. Если вы находитесь в такой ситуации, что вы там единственный человек, который рожден свыше, тогда не вскакивайте и не убегайте. Приведите их всех ко спасению. Проповедуйте там Слово Божье. Аминь. Но если у вас там есть кто-то, кто постоянно создает проблемы, вы можете выбрать одно из двух. Вы можете взять Слово Божье и поговорить с ним прямо. Или же вы можете уйти оттуда. Помолитесь и узнайте, что Бог хочет, чтобы вы сделали. Но в 9 из 10 случаев вам лучше уйти оттуда, поскольку вы имеете дело с бесом. И я не называю этого человека бесом. Он может и не осознавать, что является агентом дьявола. Но именно это он и делает. Незачем там быть. Кроме того, это причиняет неудобства. Итак, у глупого нет чести. Мудрый человек или человек чести останавливает ссору. А глупец нет. Притчи 26.1 говорят, у глупого нет чести. И позвольте мне сказать вам это о чести. Высматривайте это. Высматривайте это в себе. Честь это что-то, что очень, очень трудно объяснить. Честь нужно уметь чувствовать, равно как и понимать. Честь это что-то, что вы просто... Вы чувствуете честь вокруг кого-то. Люди чести не лгут об одном и не говорят правду о другом. Лжец более склонен к тому, чтобы лгать, нежели к тому, чтобы говорить правду. Человек, который говорит правду, не склонен к тому, чтобы лгать. Для того, чтобы говорить правду, вы должны принять решение и говорить правду. У вас будет много возможностей солгать. Однажды я видел, как мой папа выступал в суде в качестве свидетеля. Я был еще подростком. Мой папа работал в страховом бизнесе и был один человек, который в свое время работал на ту же самую компанию, что и мой папа. И мой папа был его подчиненным. Он по должности стоял сразу после этого человека. А тот был первым человеком после президента той компании. У него был контракт с этой компанией. И он решил построить свою собственную компанию. Поэтому он уходил из этой компании. И у него был резервированный накопительный счет. Это было в 50-х годах. Часть его зарплаты перечислялась на этот счет этой компании, которую мой папа помог ему построить. Речь шла о сумме примерно в 200 тысяч долларов в год. И 200 тысяч долларов в год в 1958 году это были большие деньги. Фактически, на них можно было построить новую страховую компанию. Что тот человек и намеревался сделать. Но в его контракте было оговорено, что если он это сделает, если он уволится, то эти деньги больше ему не принадлежат. Если он этого не сделает, тогда это его деньги. И тот человек утверждал, что он этого не делал. Поэтому в качестве свидетеля они вызвали моего папу. Он предложил моему папе акции, оценивающиеся в миллионы долларов. Они уже тогда стоили кучу денег. Если бы мой папа их взял, и с этой компанией все так потом и было. Акции моего папы в итоге стоили бы... Сегодня они, вероятно, бы стоили около трех четверти миллиарда долларов. Мой папа сел на место свидетеля. Они задали ему этот волшебный вопрос. Если бы он ответил «да», все бы пошло одним образом. Если бы он ответил «нет», все бы пошло другим образом. В одном случае он бы получил акции, оценивающиеся в миллионы долларов, а в другом он смог бы сохранить свою работу. И у него была хорошая работа. Но это и близко не были такие деньги. Я думал «о-о, что же он делает?» Так или иначе, я знал, что он делает. Но я подумал «о-о-о, это может заставить человека вспотеть, понимаете?» Он сел туда, и прокурор спросил. «Он сделал это?» И мой папа не запнулся. Он не ждал пяти секунд. Он ответил «да, сделал». Больше вопросов нет. Другой человек встал и спросил. «Вы больше ничего не хотите сказать?» Мой папа ответил «нет». Это все, что он сказал. «Да, сделал. Нет». «Вы свободны». На этом дело было закрыто. Мой папа вышел из здания сюда, одел свою шляпу и вернулся к работе. Он вел себя так, как будто ничего и не было. Спросил папа. «Это было трудно?» Он ответил «нет». «Ты хочешь сказать, что не испытал от этого вообще никакого стресса?» Он ответил «нет». «Какой стресс? О чем ты говоришь?» Я сказал «ты только что отказался от нескольких миллионов долларов». Он сказал «нет». «Я отказался от лжи». «Не было никакого решения, которое нужно было бы принять. Ложь есть ложь. И я этого не делаю. Это все, что он об этом сказал. И я знал из того, что он сказал. Больше не спрашивай меня об этом, парень. Я просто сказал «ну, как бы там ни было». Мне потребовалось много времени, прежде чем я понял, о чем говорил мой папа. Но не было никакого выбора. Сколько бы миллионов долларов там ни было, ложь есть ложь. Человек чести этого не делает. Ни за какую цену. И по сегодняшний день «Моего отца невозможно купить. Ему сейчас 94 года». Вы меня слушаете? И глупец солгал бы под присягой. И если он когда-либо солжет под присягой один раз, второй раз уже легче. В следующий раз еще легче. И вот отец лжи держит его духовное свидетельство о рождении. А это смертельно опасная вещь. Отец Небесный, мы благословляем Тебя. И мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за то, что Ты послал Духа Святого быть нашим учителем, нашим руководителем, нашим ходатаем, нашей опорой и нашим защитником. Хвала Господу. Нашим помощником. И мы воздаем Тебе хвалу, и мы почитаем Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это. И сегодня, когда мы приходим перед Словом живого Бога, на этом служении сегодня, отец, даже несмотря на то, что оно немного отличается от того, что мы привыкли делать, но благодарение Богу за некоторые вещи, к которым мы не привыкли. Хвала Господу. Поэтому я прошу Тебя во имя Иисуса, и я верю благодаря этому имени, что я сейчас, принимая помазание, руководство и водительство Духа Святого, делать это точно, делать это согласно Слову Божьему, и что во имя Иисуса люди будут точно так же, точно это слышать. И мы воздаем Тебе хвалу и честь за каждое сказанное слово, за каждое сделанное дело, за каждую измененную жизнь и за каждую ситуацию, измененную Царством живого Бога. И мы благодарим Тебя за это, в святое имя Иисуса. Аминь. Хвала Господу. Вы можете сказать аминь? И сейчас я прочитаю вам, кто такой глупец. Если вы здесь услышите что-то, что вспомните, что вы совсем недавно приняли решение не смущаться из-за этого, не раздражаться. На что они о себе его замнили? Нет, 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 нет. Я читаю все это из Библии. Я не думал о вас, когда я все это выписывал. О, Господь. Я хочу, чтобы вы знали. Я проходил по всему этому списку, и я делал это снова, 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 снова и снова и снова. год за годом, год за годом. Я проходил по этому списку, слава Богу, и проверял каждый пункт. Если вы что-то слышите, Господь будет свидетельствовать вам об этом. Попросите Его прямо сейчас. Просто скажите Ему, я хочу, чтобы ты свидетельствовал мне. Если мне нужно подкорректировать в моей жизни что-то из того, что я буду здесь слышать, и не требуется много времени, чтобы сделать какую-то корректировку. Буквально. Да, я принимаю это, Господь. Я больше не буду таким. Я больше не буду этого делать. Я удаляю это из своей жизни. Я поступаю по твоему слову. Хорошо, поступайте с этим, как считаете нужным. Притча 26.3 говорят, «Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых». Итак, что это означает? Слово Божье, или корректировка, или любого рода замечание для глупого, это все равно, что вы должны вложить удила в рот осла. Это все равно, что вы должны хлестать коня. Бич для коня, узда для осла, а палка, палка указывает на Слово Божье. Для некоторых людей вы должны взять Слово Божье и стукнуть их им, подобно тому, как вы должны. Господь как-то раз мне сказал, «Кеннет, не будь как осел, которому приходится постоянно вкладывать в рот удила. Будьте готовыми и хотящими соглашаться с Богом. Если у вас есть выбор, здесь нет выбора. Мы будем соглашаться со Словом Божьим. Аминь». Итак, язык глупого, притча 18.7, язык глупого приносит гибель, разрушение и ловит в ловушку его душу. Хотите, чтобы я сказал вам, что это делает? Когда вы слишком много говорите, постоянно говорите. Как дела? «О, у меня все в порядке. У моей мамы тоже все в порядке. У моего папы тоже все в порядке. Последний раз я видел его где-то 3 дня назад. У него за ухом была какая-то сыпь. Но потом она прошла. Мы сводили его к доктору Уильямсу. И доктор Уильямс сказал, что для своего возраста он находится в хорошем состоянии. Два дня назад я видел свою сестру. Я не знаю, что с ней такое. Такое впечатление, что каждый раз, когда мы об этом говорим, она приходит в еще худшее состояние. Полагая, с ней все будет в порядке. Десять лет назад с ней тоже такое было. И мы уже думали, что нам придется ее выпроводить. Но знаете, она потом успокоилась. Я не понимаю, почему моя жена продолжает угрожать меня тем, что она меня бросит. Она постоянно мне говорит, что она просто соберется и уйдет. И я сказал ей, я не знаю, почему ты хочешь это сделать. Кажется, что любой хотел бы жить с таким приятным и милым человеком, как я. Я никогда не запрещал тебе что-то покупать. Я никогда не запрещал тебе что-то делать. Да что с тобой вообще такое? Но к этому времени она уже ушла. И у меня не было возможности что-либо ей сказать. Замолчите! Так вы никогда ничему не научитесь. Вы уже знаете все, что вы знаете. Вы не можете ничему научиться постоянно говоря. Это является прикрытием некоторых различных духовных пустот в жизни человека, которые сможет заполнить только Слово Божье. В большинстве случаев это выражение страха. И когда вы ловите себя на этом, все время от времени это делают, но когда вы ловите себя на этом, просто замолчите. Один из путей это исправить это признать это перед теми людьми, перед которыми вы тараторите. Скажите, «О, все, перерыв. Господь только что арестовал меня и арестовал мои уста. Я слишком много говорю, простите меня. Но я помолчу, спасибо». И практически все там скажут, «Фу». Некоторые из них могут быть достаточно открытыми, чтобы сказать, «О, брат, пусть Бог тебя благословит». И не злитесь, если они согласятся с вами, поскольку будете дважды глупцом. Притча 17.10. «На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов». Разумный, мудрый человек, это человек, который ищет информацию из Слова Божьего. Его антенна всегда выдвинута, чтобы он мог совершенствоваться. Вы не можете его обидеть, вы не можете его разозлить. Один человек как-то раз мне сказал, «Знаете, брат Коплант, как меня только не обзывали, как меня только не обижали, но я никогда не был обижен». Я спросил, «Правда?» Он ответил, «Да, никогда». Он был евреем и весьма прозорливым бизнесменом. Он сказал, «Да, я никогда не был обижен. Я просто остаюсь там достаточно долго, чтобы все равно вести с ними бизнес». Он просто держал свой рот на замке. Вот как он это делал. Он просто вел себя так, как будто у него не хватало ума понять, что они только что его обидели. И все это время он сидит там и слушает все, что вы болтаете. И к концу разговора он уже знает, как получить все то, что у вас есть. И он это сделает. Да так, что вам это еще и понравится. Притча 1.5 «Послушает мудрый и умножит». Мудрый человек — это человек, который слушает. Он слушатель. Мудрый не является мудрецом в своих глазах. Притчи 3.7 Притчи 9.8 Мудрый любит тех, кто его обличает. И речь не о тех, кто просто набрасывается на вас и делает вам втык по полной программе. Речь о тех, кто просто скажет. Знаешь, это не совсем правильно. Знаешь, давай сделаем вот что. Давай вместе обратимся к Слову Божьему. Давай посмотрим, что говорит на этот счет Библия. В этом есть определенная традиция, которая не должна там быть. Я слышал, как люди говорили, вот что я вам скажу, люди не должны давать для того, чтобы получить, верно? Думаю, что я отвечу, да, верно. И вы не можете просто вскочить и сказать, нет, это абсолютно неверно. Это самая большая глупость, которую я когда-либо слышал. Нет. Так вы тоже не можете поступить. Так поступит только глупец, понимаете? Если вы не знаете, что об этом говорит Библия, не высказывайте никакого мнения. Вы не обязаны соглашаться с этим. Просто скажите, я не знаю. Может быть, а может быть и нет. И согласно Слову Божьему, знаете, это не совсем правильно. Я слышу, что вы пытаетесь сказать об отношении, но то, что вы в действительности сказали, не согласуется с Писанием, поскольку Иисус уподобил Царство Божье человеку, сеющему семя в землю. И любой человек сеет семя в землю с единственной целью, чтобы получить урожай. Но это уже его отношение. Зачем он хочет этот урожай, который либо в Боге, либо не в Боге. Понимаете? Итак, послушает мудрый и умножит. Мудрый не является мудрецом в своих глазах. Мудрый любит тех, кто его обличает. Мудрый продолжает учиться и получать мудрость веры. Хорошо. Притча 10.18. Мудрый принимает повеление. Он готов и хочет изменяться и делать корректировки. Притча 10.14. Мудрые сберегают знания. Они молятся и ищут Бога, когда все идет хорошо, и когда не все идет хорошо. Они пребывают промолившимися. Они пребывают готовыми. И им не нужно бежать, прятаться где-то и молиться, чтобы догонять то, что происходит в этом мире. Вы просто не отстаете. Вы постоянно пребываете в вере. Как вы это делаете? Вы ставите Слово Божие на первое место в своей жизни, как мы уже раньше говорили. Мудрый завоевывает души. Мудрый слушает совета. Это притча 12.15. Он слушает совета и Слово Божьего. Притчи 12.18 говорят. Язык мудрых говорит слова исцеления. Язык мудрого человека постоянно находится в процессе того, чтобы делать процветающими других людей. Он не склонен к тому, чтобы быть негативным. Он склонен к тому, чтобы постоянно быть в позитивном, в конструктивном. Ну, я просто не знаю, что мы будем делать, брат Коплант. А почему бы нам просто не верить Богу? Оно уже дошло до этого? Оно всегда так было. Слава Богу. Горе как-то раз делало покупки в магазине. А я уже устал в нем быть, поэтому вышел на улицу и сел перед ним на ступеньки. Мы только пару дней назад завершили конференцию, и мне в любом случае хотелось посидеть. И тут ко мне подошел один человек и спросил. «Вы брат Коплант?» «Не так ли?» Я ответил «Да». «Вы ведете телепередачу?» Я сказал «Да». Пожал ему руку. Он сказал «О, я не знаю, куда катится этот жалкий мир». Я сказал «Ну, большая его часть приходит к Богу». Он продолжал «Скажу вам только одно». Он просто полным ходом катится в ад. Молодежь плохая. Я сказал «Скажу вам вот что. Я знаю многих молодых людей, у которых все хорошо в Господе». «Ну, скажу вам одно». Он не услышал ни одного моего слова. Все было проклятым, обреченным и ни на что не годным. И все терпело полный крах. «Скажу вам, дьявол просто берет над всеми верх». Я ответил «Нет, благодаря Богу он не берет надо мной верх». Он пробудился. Я сказал «Нет, он не берет над всеми верх». Он не берет надо мной верх. И он не берет верх над моей семьей. И он не возьмет верх над вами, если вы перестанете говорить так, как вы говорите. «Ну, скажу вам одно». По его словам, все катилось в ад. Он глупец. И он последует за своими устами. Мудрый человек слушает наставления Отца. «Люди, мудрые в Господе, будут прислушиваться к отцам их веры». Это не означает кого-то, кто просто уже долгое время проповедует. Это означает того, кто живет такой жизнью результатов веры, в которой, как вы знаете, призвал вас ходить Бог. Вам лучше обращать на это внимание. Если вы собираетесь следовать за кем-то, кто... Знаете, вам действительно нужно быть осторожными в отношении того, за кем вы следуете духовно. Есть люди, которые имели в духовном плане большой успех в одной сфере, но, возможно, в других сферах сильно запутывались. Если вы понаблюдаете за жизнью людей, те, кто будет за ними следовать, будут там же запутываться, будут точно так же запутываться. И, кроме того, не ходите и не говорите «Брат Копплэн сказал это», или «Брат Джесси сказал то», или «Брат Джерри Сэвэл сказал то». Говорите то, что говорит Слово Божье. Если вы не знаете, что говорит Слово Божье, не ходите, повторяя то, что говорим мы. Вам лучше жить своей жизнью. Не пытайтесь жить свою жизнь через меня или жить моей жизнью. Суть не во мне, суть в Иисусе. Привяжитесь к Иисусу. Узнайте, куда вы движетесь. И затем... Найдите кого-то, кто был там уже до вас. Слава Богу. Найдите кого-то такого, как Орл Робертс. Следуйте за кем-то таким, как Кеннет Хейгин, который проповедовал то же самое послание, на протяжении 60 лет и не изменялся. Был тверд и стабилен. Не следуйте за кем-то, кто движется несколько лет, а потом куда-то заваливается. Аминь. Притчи 13.20. Мудрый ходит с мудрыми. Вот о чем я вам здесь говорю. Следуйте за кем-то, кто следует за Господом. Притчи 14.16. Он удаляется от зла. Мудрый человек не вращается во зле. Он не хочет его слышать. Он не хочет с ним жить. Даже когда оно начинает тянуть его к себе, если нужно, вам лучше взять нож и отрезать вилку от провода своего телевизора, если это то, что для этого требуется. Это начинает управлять вашей жизнью. Вам лучше избавиться от этого. Я знаю человека, который так разозлился на телевизор. Он продолжал и продолжал затягивать его. Он просто разозлился на него и сказал, во имя Иисуса, я не мирюсь с этим. Он взял его, вырвал вилку из розетки, вынес этот телевизор во двор перед домом, взял молоток и пробил в нем дырку. Его жена и дети так на него разозлились. Она подала на него в суд. Он сказал, купите себе свой телевизор, если он вам нужен. У них был из-за этого большой скандал. Он сказал, можете скандалить, если хотите, я устал от того, что этот телевизор оттягивает меня от вещей божьих. Аминь. Конечно, это было до того, как появилась передача «Победоносный голос верующего», понимаете? Аллилуйя. Благодарение Богу за то, что он дал в эти последние дни для телевидения. Я имею в виду, что вам не нужно проводить свое время в мирской информации. Притчи 14.24. Венец мудрых – богатство их. О, вы не знали, что здесь это было. Не так ли? Венец мудрых в Господе. Благословение Господне. Оно обогащает и печали с собой не приносит. Если вы видите кого-то, кто процветает в Боге, является даятелем, и тем, кто отдает десятину, кто ходит и живет верой, смотрите на них, смотрите на них, кем бы они ни были, в итоге их нужды будут восполнены. И в какую бы неразбериху дьявол их не втягивал, они выйдут победителями, они выйдут свинцом на своей голове. Их невозможно остановить, их невозможно уничтожить. Во имя Иисуса. Вы меня слушаете? Встаньте, пожалуйста. Мудрый. Притчи 17.28. Мудрый человек молчит, бережет свои слова, «Его уши ищут знания, а не сплетен и расприй». Он хранит свои уста, свой язык и свою душу от беды. Давайте воздадим Господу хвалу и благодарение. Хорошо. Я понимаю, что это не такого рода послание, от которого вы прыгаете, восклицаете и бегаете по кругу, но если вы глупец, вы сами в этом виноваты. Именно Бог дает мудрому силу власть приобретать богатство. И это долговечное богатство. Это богатство, которое не истощается в трудные времена. Хотите, чтобы я вам сказал? Послушайте. Огромные состояния всегда, огромные состояния никогда не накапливались в хорошие времена. Огромные состояния накапливаются в трудные времена. Именно тогда, когда все остальные все бросают и убегают. Именно тогда, когда все остальные могут взбрыкнуть и убежать. Именно тогда, когда все остальные сдаются. Именно тогда, когда все остальные отказываются продолжать предъявлять свои права на что-то и бегут обратно туда, где они были. И тот человек, который не сдастся, тот человек, который пребывает в вере, тот человек, который продолжает давать, который продолжает отдавать десятину, тот человек, который стоит на Слове Божьем, тот человек, который остается там, в итоге все то, что было их, перейдет к нему, к этому человеку вера. Так оно и бывает. Так оно всегда и было. И так оно всегда и будет, пока Господь Иисус не придет и не заберет нас отсюда. Аллилуйя. Вы можете воздать Господу хвалу? Поднимите руку и прославьте Его. Прославьте Бога. Скажите это вместе со мной. Благодарение Богу. Я не глупец. Я верующий. Я всецело намерен ходить с мудрым. Мудрым является Иисус. Я буду ходить в Его Слове. Я позволю Его Слову ходить во мне. Я позволяю Его Слову исправлять мой разум. Я позволяю Его Слову направлять мои ноги. Он не вводит меня в искушение. Он избавляет меня от лукавого, от зла. Я даятель. Я не рвач. Я ухватываюсь за духовные вещи. И я отпускаю плотские вещи. Я люблю людей. Я не использую людей. Я хожу верой. Поэтому я угождаю Богу. Я хожу в любви. Поэтому я непобедим. Я непобедим для моей семьи. Я непобедим для тех, кто нуждается в исцелении. Я непобедим в любви живого Бога. Не потому, что я особенный. Но потому, что Иисус особенный. Тот, кто во мне. Больше того, кто в мире. Он тот, кто больше. Он создатель. Он живет сейчас во мне. Я все больше и больше осознаю Его присутствие. Я все больше и больше осознаю Его жизнь во мне. Я позволяю Ему проявлять через меня свою жизнь. Сатана, ты не принадлежишь мне. И я не принадлежу тебе. Я ненавижу тебя. Во имя Иисуса. Я больше не буду иметь с тобой ничего общего. Я не общаюсь с глупыми. Спасибо. Я изгоняю тебя. Я не испровергаю тебя. Убирайся мне под ноги. Ползай по праху земному. Как мой Бог сказал, что ты должен ползать. Я избавлен от тебя. Я не буду тебя слушать. Ты неудачник. Я победитель. Иисус мой чемпион. Я верующий. Я не являюсь сомневающимся. Я не неудачник. Я победитель. Что ж тогда воскликните об этом? Слава Богу. Я верю всем своим сердцем, поскольку я знаю, что произошло в моем духе на сегодняшней передаче. Я верю, что многие наши телезрители, которые ухватились сегодня за Слово Божье, получили ответы на многие свои вопросы. Режиссер нашей передачи, Тим Фокс, только что как раз сказал. Это так просто. Верно. Это настолько просто, что вам нужно потрудиться над тем, чтобы неправильно это понять. Но религия является великим обманщиком. Религия говорит, ну, смешай это с двумя стаканами лимонного сока, одним стаканом земли, двумя глазами лягушки и одним грибом. Это не будет работать. Ну, это никогда не работало. Наверное, Бог никогда и не хотел, чтобы это для нас работало. Но, знаете, так это делал мой дедушка, а до него так это делал его отец. И для них это тоже не работало. И религия именно это и делает. Религия вставляет между строк все то, что убивает веру, которая является катализатором. Иисус сказал, ваши традиции делают Слово Божье неэффективным, устраняет его. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Хвала Господу. Это духовный закон. Если вы получили освобождение, смотря эту передачу, если она благословила вас, если вы верите, что она пришла в вашу жизнь от Бога всемогущего, тогда у нас есть определенные обязанности, оговоренные в Слове Божьем. И я говорю это не потому, что хочу, чтобы вы присылали деньги в наше служение. Честно говоря, что касается денег, не важно, пришлете вы их или нет. У меня есть вера, чтобы верить об этом Богу, и именно это я и делаю. Но Слово Божье говорит, для того, чтобы вы могли быть благословлены и могли пребывать в этом, если вы научились чему-то и были благословлены духовно, то вы ответственны за то, чтобы поделиться своим добром, чтобы помочь этому служению, благословить кого-то еще. И для меня это важно, поскольку я хочу видеть это живым в вашей жизни. Кто-то может сказать, да, но я не верю во все это сеяние. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И в этой шестой главе послания Галатам Павел говорил о деньгах. Так уж оно устроено. Именно об этом там и говорится? Да, именно об этом. Это хорошая иллюстрация, не так ли? Мне это понравилось. Хвала Господу. Отец, мы молимся о сегодняшнем дне пожертвований на этой передаче. Во имя Иисуса. Я прошу тебя, открой каждому человеку, который меня сейчас слышит, как они могут участвовать в финансовой поддержке этого служения и того, что оно делает, достигая этот мир законами веры на бескомпромиссной основе. И мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Чтобы Господь не говорил вам сделать, сядьте и сделайте это. Напишите нам в миссию Кеннеда Копланда по адресу, который вы видите сейчас на экране. И в своем письме укажите, пожалуйста, по какому каналу вы смотрите нашу передачу. Будьте частью хорошей церкви. Присоединяйтесь к нам на передаче «Победоносный голос верующего» с понедельника по пятницу. А пока я, Кеннед Копланд, напоминаю вам, что Иисус – Господь.